Приветствую всех на моем канале Татьяна Тэмис. С вами новости законодательства и судебной практики. Обратимся к новостям законодательства. Источник гарант. Что же нового публикует гарант? Нарушение лицензионных требований не повод для признания расходов по ОМС нецелевыми. Предложен перечень заболеваний, с которыми нельзя работать в гражданской авиации. Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 17 ноября 2023 года. Банк России представил проект новых правил ОСАГО. Планируется, что они вступят в силу 1 октября 2024 года. Какие дорогостоящие виды лечения граждане смогут оплатить из своих пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде? Напомним, с 1 января 2024 года в России стартует программа формирования долгосрочных сбережений. Реестры российской радиоэлектронной промышленной продукции планируется объединить. С такой инициативой выступил Минпромторг России. Публичные и публичные нормативные обязательства. Перечни обязательств субъектов Российской Федерации или муниципальных образований можно найти на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджет». Суд отменил взыскание за отказы от командировок на служебном автомобиле. Врачу-хирургу объявили замечание за опоздание на работу, через три дня замечание за задержку времени приема пациента, затем выговоры за отказы от командировок, после чего уволили. Врач обратился в суд с иском о признании действий работодателя незаконными. Физлицо может уточнить сведения о своем адресе, содержащейся в едином государственном реестре налогоплательщиков. С 3 ноября 2023 года расширяется перечень индикаторов риска в рамках надзора в области защиты прав потребителей. Приказ Роспотребнадзора от 4 августа 2023 года номер 502 утратил силу.